МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В марте по 14 апреля текущего года мужчине стало известно о намерениях супруги расторгнуть брак. 20 апреля из города Тверион прибыл в парк, расположенный в селе Емельянова Старицкого муниципального округа, где женщина гуляла с собакой. Не желая допустить раздела имущества и выплаты им алиментов на малолетнего ребенка, вооружившись заранее приисканным ножом, он нанес супруге не менее пяти ударов в область шеи, живота и конечностей. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. Непосредственно после совершения убийства мужчина был застигнут на месте преступления братом потерпевшей, которому попытался нанести несколько ударов ножом, а также металлическим предметом в область головы. Брат потерпевшей оказал Никольскому активное сопротивление, несколько раз ударив его домкратом по голове. Никольский потерял сознание и был экстренно доставлен в больницу. Супруги Никольские жили в Твери, соседи говорят о них, как о тихих, спокойных людях. За несколько дней до убийства Екатерина и Евгений поругались. Мы не знаем, мы просто видели, что он ее выгнал, она собрала вещи и уехала к матери. Мы даже не поняли, что вдруг у них произошло, что он ее выгнал. От мужа Екатерина уехала, забрав 11-месячную дочь. Это был их первый долгожданный ребенок. В свое время Евгений Никольский собирался в политику, был кандидатом в депутаты от партии «Справедливая Россия». В день убийства на своей страничке в соцсетях Никольский сообщил, что сделал это. Что могло стать причиной трагедии, предстоит выяснить следствию. Длительное время Никольский лежал без сознания в реанимации областной больницы. Как только он пришел в себя и был переведен в общую палату, к нему пришли следователи и представители суда. 12 мая в больничной палате суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу. За период с 6 по 12 мая 2024 года на территории Верхневолжья ликвидировано 86 пожаров, на которых, к сожалению, погибло 3 человека. Из наиболее значимых отмечаю пожар, произошедший 8 мая в деревне Покровская Осташковского городского округа. В огне этого пожара погибли 2 человека. Их личности устанавливаются. На тушение огня работали несколько пожарно-спасательных частей. Когда приехали первые расчеты, дом полыхал открытым огнем. На полную ликвидацию возгорания ушло более 4 часов. Причину пожара устанавливают дознаватели. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых спасено 2 человека. Пострадавших нет. За отчетный период происшествий на воде не зарегистрировано. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01. С сотовых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 848-22-39-99-99. Продолжение следует... КОНЕЦ КОНЕЦ